Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось, наверное, процитировать свое понимание любви. То есть вот как я это понимал. Дело в том, что определений любви очень много. В частности, некоторые ученые, психологи, дают любви определение, что это приписывание человеку качеств, которых у него нет. Связан это с тем, что люди идеализируют тех, кого любят. И в этом смысле любовь является таковой тогда, когда человек видит в другом то, чего у него в действительности нет. И тут уже есть разная реакция на данный аспект. Я имею в виду, реакция может быть такой, что человек понимает, например, что он ошибался, или наоборот, он понимает, что он был прав и так далее. Иногда тот, кого мы любим, действительно становится носителем этих качеств, которые мы ему приписываем. В общем, бывает по-разному. И нужно это понимать. Но моя трактовка любви будет отличаться от той, что я вам привел. Я считаю, что любовь – это такое отношение к человеку, то есть вот то, чего мы хотим для человека. Когда мы готовы принять этого человека любым, таким, какой он есть. И у нас нет сомнения в том, что мы готовы сделать для него все, что в наших силах, только не во вред себе. Вот, это моя трактовка любви. И сказать, что она чем-то лучше предыдущей трактовка нельзя. Потому что, я думаю, что очень много может быть трактовано. И каждая трактовка несет в себе определенный смысл. Каждая трактовка несет в себе определенное наполнение. И, по моему мнению, по моему мнению, основная проблема, как вам уже сказали мои коллеги, основная проблема не в этом. Не в том, что вы не знаете, что такое настоящая любовь. Видите ли, ваш муж предназал вам в том, что вы у него были первыми. И это очень хорошие слова. Это означает, что человек любит вас. Оно значит, что человек дразит вам. Это означает, что человек ценит вас. Но проблема заключается в другом. В том, что вы, по какой-то причине, начали сомневаться в том, что действительно это любовь. Вот откуда уделись ваши сомнения. Почему вы начали сомневаться? С чего вы решили, что человек не понимает, что есть любовь? А дальше, если и так, любовь не нужно понимать. Любовь – это то, что чувствуется. Там, где есть чувства, там, где есть чувства, там отсутствует разум. Там, где есть разум, отсутствует чувство. Это то, что вам нужно сделать для себя понятное. И если ваш мужчина говорит, что он любит вас, если вы видите, что он делает для вас все, что нужно, и принимает вас такой, какая вы есть, то с большей долей вероятности можно сказать, что он действительно вас любит. Просто потому, что нет никаких причин, нет никаких доказательств того, что это не так. Вот это вам нужно очень хорошо понимать. Отдавайте себе отчет, что человек не может и не должен понимать, любит ли он на самом деле или нет. Человек не понимает, когда любит. Когда понимает, перестает любить. Помните об этом и не забывайте. Что касается вас, то здесь я вынужден согласиться со своими коллегами и сказать, что вы действительно в себе по какой-то причине не уверены. Вы сомневаетесь в том, что любите вы. Вы сомневаетесь в том, что любит вас. Это проблема не молодого человека, это проблема не вашего мужа. Это ваша проблема. Вы по какой-то причине сомневаетесь в чувствах. В своих чувствах, в его чувствах, то есть в себе. Возникает вопрос, почему. Чем обусловлена ваша неуверенность, чем обусловлена ваша тревога, какие-то обстоятельства в вашей жизни изменились сейчас, что они стали на вас влиять таким образом. Вы говорите, 10 лет вы с мужчинами вместе. 10 лет строго достаточно большего, как-никак. И если я правильно понял, то ваши сомнения начались не сразу. Начались спустя какое-то время. И чем они вызваны? Далее, по поводу того, что ваш мужчина не умеет отличать влечение от любви. Хочется сказать так. Если бы человек, если человек даже, не уверен в себе, как вы говорите, хотя это еще нужно выяснить, на что действительно ли он не уверен в себе, потому что вполне вероятно, что с учетом вышесказанного, я надеюсь, вы с этим согласитесь тоже, что вы, может быть, видите других то, чего нет. То есть вы видите других то, что вас само раздражает. Это называется механизм проекции. Это один из защитных механизмов. Это когда человек видит то, что он хочет видеть. И вы, вполне вероятно, видите именно то же самое. Вы увидите то, что вы хотите, хотите видеть. И от этого нужно тоже отойти. От этого нужно тоже немножечко отдалиться, чтобы вам это не обещало. Так вот, если мужчина не уверен в себе даже, он всегда поймет, что влечение – это когда человек действует в исходе своих желаний, а любовь, приказать, действует для другого, целиком и полностью. Я желаю вам подумать в этих направлениях и желаю вам выбрать хорошего психолога, эксперта, который бы вам понравился, и с ним проработать ваши проблемы. Потому что не поиск, не искать истинную любовь нужно, а нужно быть уверенной вам в себе. Это самое главное. Если у вас остальных вопросов, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.